Случайный счастливчик, так о себе говорит предприниматель из Барнаула Игорь Шульгин. Год назад, когда он только решил продавать слабый алкоголь, сразу учел все то, что сейчас требует по закону псевдобаров. У меня изначально было помещение для того, чтобы посидел народ, посмотрел телевизор, ну и также приобрели разливные напитки. То есть я не подстраивался под этот закон. Отдельная комната бар, посадочных мест и даже больше положенных 24. Привести к таким параметрам только в Барнауле должны почти 350 точек. Все они так называемые псевдобары. Сделать это удалось не всем. Большинству пришлось таки ограничить продажу напитков за своим прилавком до разрешенного часа. Эксперты считают, это позволит сделать хмельной общепит более цивилизованным. Бары, где пьют пиво, возможно, это точка местных социальных коммуникаций. Когда пришли люди из соседних дворов и обсудили местную проблему. Никто не хамит, не скандалит, а они пытаются мягко решить свои местные какие-то проблемы и обменяться мнениями. Поэтому я бы эти бары приветствовал. Еще одна новинка месяца пока добровольный отказ производителей алкопродукции от использования тары объемом больше полутора литров. Со следующего года ограничение планируется станет обязательным. Кстати, изначально законотворцы хотели ограничиться полулитрами. Производители объем отстояли. Это вот та золотая середина, которая позволит, по их утверждению, например, тех, которые хотели закрыть, снизить алкогольную зависимость. Ну а по нашей, то есть позволит не провалиться рынку. Я думаю, что это абсолютно было не нужно. Кто хочет, тот всегда купит. Дороже или дешевле, это другая уже сторона. Я считаю, что это было сделано лишним. Как нововведения отразятся на алтайском рынке слабого алкоголя, узнать еще предстоит. А новое с 1 июля обязательно. Система электронного учета товара, ЕГАИС, уже себя показала. Один из крупных игроков края потратил на нее 10 миллионов рублей. Остальные суммы поскромнее. Но вложиться пришлось всем. Система должна ограничить алтайский рынок от контрафактной продукции. Но пока она ограничивает его и от качественной. Тот же Игорь Шульгин жалуется. Система виснет. Мне фактура приходит, например, сегодня. Я ее могу подтвердить недели через две только. Счет фактуры подтверждается, и только потом я начинаю торговать. Немного из-за этого простого? Есть. Бывает простой 4 дня. Как долго продлятся неудобства, сказать не могут даже сами разработчики ЕГАИС. Тем не менее, отказаться от нее нельзя. А вот потребители от алкоголя начинают отказываться. Уже сейчас алтайские участники рынка говорят о небольшом, но спаде покупательского спроса. Анастасия Дороган, Андрей Печоргин, Александр Антропов, информационный канал «Город». Анастасия Дороган, Андрей Печоргин, Александр Антропов, информационный канал «Город», 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 «Г